Родные, не знаю, как вы, но мое сердце преисполнено благодарностью Бога. Когда я вижу наши сестер, женский центр, как Бог преображает, когда я вижу Богу, то, что Слава сказал, вспоминаем те дни, когда пришел на центр, сам проходил, когда благословляли на Гасльбах, что будет с этого, будет ли развитие центра. Сегодня, когда мы видим новых людей, спасенных людей, это огромная милость, это то, что делает Бог. Это не фирму организовать, спасать людей, это прерогатив Бога, прерогатив Иисуса Христа. В чем суть христианской веры? Вот если бы сузить этот вопрос и сказать, вот скажи, в чем суть? Конечно, есть разные ответы, можно сказать, ну вот хорошее учение, да, и на самом деле учение Библии одно из самых лучших учений, когда мы говорим о Нагорной проповеди или 10 заповедей, это фундаментальное учение, кстати, на котором многие государства сегодня строят фундамент общества, ну, например, не кради, да, не убивай. Это законы, на которых стоит сегодня государство. Когда мы говорим, ну вот в чем же заключается вообще суть христианства? Можно ли сузить в какой-то догме, ну, в каком-то учении, что правильно или какие правила есть, да? Мы говорим, есть ответ, суть христианства не в учении, а в личности Иисуса Христа. Конечно, все остальное имеет право быть, когда мы говорим, ну, есть же учение, да, но мы понимаем, что суть христианства это Иисус Христос. Иисус говорит однажды иудеям, которые изучали Писание, и он говорит следующие слова, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, то есть до этого момента, конечно, Нового Завета не было, но как минимум были 39 книг, была Тора 5, Пятикнижие Моисея, Псалмы, Молитвы, были много других пророческих книг. И чем занимались иудеи? Они старались, то есть читали, вникали. Зачем? Они думали, ну, если я буду искать в этой книге, я найду жизнь. Смотрите, а Иисус говорит, вы ищете в Писании, то есть жизнь вечную, а Писание свидетельствует обо мне. И следующий стих, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Другими словами, Писание говорит обо мне, а во мне есть жизнь вечная. То есть все, все Писание, весь Ветхий Завет, он сводится к тому кульминации вообще Ветхого Завета, а в Иисусе Христе, в Мессии. И вот когда мы говорим сейчас о том, ну, а кто такой Иисус вообще? Потому что каждый из нас может Иисуса представлять через очки своих желаний, когда мы говорим, ну, опиши Иисуса. И вот у каждого из нас будет, как бы, свое представление. Я назвал свою проповедь Иисус полной благодати и истины. И мы сейчас будем говорить об этом. Первое, Бог стал человеком. Апостол Иоанн пишет, начиная Евангелие от Иоанна, пишет первые два стиха. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом». Оно в начале, оно было в начале у Бога. То есть в самом начале, прежде чем вообще ничего не было, этого видимого вера еще не было. И Библия говорит, что в начале было Слово. И если бы здесь точка стояла, мы бы сказали, а что такое Слово, кто такое Слово. А 14 стих, вот первой главы, он дает расшифровку всего этого. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати и истины, и мы видели Славу Его, Славу как единородного от Отца». То есть вот это Слово, в начале было Слово, оно стало плотью. То есть другими словами, Иисус, Бог, рождается, становится человеком. А, конечно, для нас всегда это, как бы, ну как, Бог стал человеком. Как может Бог стать человеком? Мы читаем, недавно мы праздновали Рождество, и в рождественской истории записано, Луки 2 глава, 6-7 стих. «Когда же они были там, то есть Мария и Иосиф, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, то есть Иисуса Христа, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Рождение Иисуса было настолько обычным в смысле, как все другие дети родились. Написано, что родился, и испеленали его. То есть он не был суперчеловеком, которым не нужны были пеленки. Как и маленькие дети рождаются, что с ними делают? Ну родился в пеленке, закутали. Это говорит о доступности и простоте Иисуса Христа. Что он на самом деле был человек. И как маленький ребенок, который нуждается, нуждается в том, чтобы о нем заботились, либо он помрет, то Иисус Христос, будучи Богом, стал маленьким ребенком. Стал зависимым от мамы, которая должна была кормить, от папы ухаживать, взращивать. И нам кажется, как? Но это центральная весть для нас. Почему? Потому что уже в первом веке появилось лжеучение. А лжеучение состояло вот в чем. Второй Иоанна, там написано, седьмой стих, там написано так. Ибо многие обольстились, обольстители вошли в мир. И мы думаем, а что за обольстители? Как они обольщали? Не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. То есть люди говорили, ну да, Бог, конечно, Он есть, но не может Бог стать человеком. А это как раз и есть утверждение Библии, утверждение Христа, что Он стал человеком, подобным тебе, тебе и мне. Мусульманин до сегодня, до сегодняшнего дня, говорят, не может Бог стать человеком. А Библия говорит, это центральное учение, что Бог стал человеком, стал плотью. Потому что Он занял наше место. Вот почему нам так важно понимать простые истины, что Бог стал человеком. Второе, из этого стиха, Бог жил с нами. Иоанн пишет такие простые слова. И слово стало плотью и обитало с нами. Что это значит? Обитать среди нас. Речь не идет о коротком появлении. Ну, можно было как-то съездить в отпуск. Кто из вас в отпуске был в этом году? Ну, в последнем году. В этом, да? Кто не понял вопроса? Кто из вас уже в отпуск на неделю или две ездил? Многие, да? Вот. Кто живет в Европе? У нас есть возможность съездить на недельку или другую. Есть люди среди нас, которые любят путешествовать и любят приключения. Вот кто-то едет в богатую страну, чтобы расслабиться. А кто-то думает, вот съездить бы, ну, в Африку. Там интересно, например, посмотреть леса, животные. Вот просто ты едешь туда, и это как бы другой мир. Но, едем-то мы с евро, и ты понимаешь, да, питаться я могу по-европейски и жить по-европейски. И через три недели, когда ты все это посмотрел, ты можешь снова прилететь в свою родную страну и отдыхать. Сомневаюсь, что кто-то из вас скажет, слушай, у меня здесь есть дом, работа, все. И я поеду, поеду-ка я в Африку, в одну из стран, я не знаю, Малавию, Кению, без евро. Вот все, что здесь есть, я оставляю, и я буду жить. И, возможно, не в доме, а, может быть, в палатке. Просто с ними. Очень сомневаюсь, очень сомневаюсь, что здесь много найдется желающих сказать, я попробую. Почему? Потому что все из нас хотят, включая меня, хорошую жизнь. Поэтому мы здесь. Когда мы говорим, Бог жил с нами, Он оставляет славу небес, бодигардов, он с собой не берет, и он просто живет среди людей. А это значит, он доступен каждому человеку. А это значит, что Мария, грешница, может просто прийти в дом и сказать, я хочу пообщаться с тобой. А это значит, он может зайти в дом Левия или Затхея, мытаря, начальников, и быть у него. А это значит, что он может зайти в дом фарисея, Симона, и там провести время. То есть, Бог стаёт доступным. Я думаю, каждый из нас иногда говорит, вот где Бог, если бы он спустился, чтобы как-то с ним поговорить в близость. Слушай, Бог стал настолько близким. Ближе невозможно было быть. Ученики с ним в лодке были. Ещё кроме этого, знаете, когда собираются люди, начальники какие-то, например, с фирмы, или такое высокое руководство, собрались все, пошли на обед. Для начальства особенный обед, особенный стол. Поэтому существует бизнес-класс, например, в самолетах, или в поездах. Это значит, шире место, лучше еда и так далее. Вы где-нибудь читали, чтобы Иисус шёл с учениками, и ему отдельно бизнес-еду предоставили, а остальным простую еду? Ну, было бы неплохо, он же Бог. Или на ночлег, все как-то так непонятно, а он особый дом. Написано, нет. Он вместе ел с учениками. А это значит, он не отделял себя. И так же уставал с учениками. И так же ел хлебы и рыбки. То есть, смотрите, вообще не отделял, а это значит, он был доступным. Посмотрите на элиту сегодня, религиозную элиту. Разницы нет в католической церкви, в православной церкви. Это люди, отделяющие себя. Особые машины, особые входы. И если даже ты сегодня бы хотел поговорить с представителем, с Папой Римский, сомневаюсь, чтобы у тебя была аудиенция. Прямо сегодня. Просто пообщаться. А Иисус Христос был доступен, будучи Богом. Каждый из нас сегодня может соприкоснуться. Мы иногда думаем, ну вот я приду сюда, а могу ли я соприкоснуться сегодня и Иисус прям здесь. У нас мы на утреннем собрании объявили, что, ну, объявили или сказали. Кевин, мальчик у нас покаялся, Сережа, да? И мы спрашиваем, а где же покаялся? Дома. Господь проговорил к нему, и он понял, что я грешник, мне нужен Иисус. То есть, когда мы говорим, а где Иисус может проговорить? Здесь, дома, на улице. То есть, Бог сегодня, ты можешь с Ним встретиться везде, на любом месте. Он близок сегодня к твоему сердцу. Кто-то говорит, ближе, чем твоя шкура на своем теле. Настолько Он, как дыхание. Он здесь. Тебе не надо куда-то идти. Он здесь. И ты можешь с Ним встретиться. Однажды Филипп, один из учеников, у него такое желание было, ну, Господи, ну, а как, вот, ты, Иисус, говоришь, что ты там отца знаешь. Покажи нам Бога. И мы тогда поверим. И Иисус говорит следующее. Иоанна, 14 глава. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам отца, и довольна для нас. Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в отце, и отец во мне? Слова, которые говорю я, вам говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. То есть, Иисус говорит, я здесь, я олицетворяю отца. Кто видел меня, кто соприкасался со мной, тот видел Бога. Поэтому, когда люди говорят, я вот хотел бы с Богом пообщаться, Иисус мне как-то не важен, мне бы с Богом. Тот человек игнорирует то, что Бог послал. А Бог послал для близости нашей Иисуса Христа. Ты не можешь игнорировать Иисуса Христа и близко знать отца. Невозможно. Потому что отец пришел в Иисусе Христе и стал близким. Кроме этого, мы видим Его славу. Я не знаю, как вы себе представляете Его славу. Иногда люди изображают на картинках с нимбом. Знаете, такой вот. Но мне кажется, это искаженное представление об Иисусе Христе. Что Он ходил там, и вот все восхищались. То есть, на самом деле, это бы больше настораживало людей. И люди бы больше имели дистанцию. Почему? Мы читаем Исход, 34 глава. Там написано следующее. Когда Моисей был с Богом, и он принес там свои скрижали. То есть, общаясь с Богом, когда он спустился. Мы читаем следующее. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали, откровения были в руке у Моисея. При сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Вот теперь лицо его сияет. И можно сказать, может какой-то нимф такой был над ним. Вот как люди среагировали на это? Что с людьми, которые знали его? Как они на это среагировали? И увидел Моисей Аарона и все сыны Израилевы. И вот лицо его сияет. И мы можем сказать, ну слава Богу. И боялись подойти к нему. Итак, что это производит? Страх. Он свят. Я не хочу близости. Если бы Иисус ходил с таким нимфом на голове, люди бы просто боялись подойти к нему. А люди тянулись к нему. Поэтому мы исходим, что у него не было на голове ничего и никакого сияния. Поэтому люди шли, видя его. А в чем же слава его? Я думаю, что именно характер, его безгрешность с одной стороны. И с другой стороны, его доброта к людям. Иисус, когда мы читаем плод духа, там написаны очень интересные качества плода духа, которые настолько привлекают к людей. И вот если мы читаем Галатам 5.22, там написаны следующие слова. Любовь, радость, мир, терпение, доброта, благость, верность, кротость, воздержание. А теперь подумайте, Иисус олицетворяет любовь. То есть в нем полнота любви. И когда ты встречаешь человека, из которого излучается не просто на лице, а просто любовь. Ты чувствуешь себя как? Уверен, тебя притягивает это. Или, когда мы говорим, Иисус олицетворяет радость. Не печаль, радость. Когда он входил и с ним соприкасались люди, они имели радость. Кстати, когда Дух Святой наполнился, там написано, и они исполнились радостью. Или, Иисус Христос олицетворяет мир. Вот почему мир сегодня жаждет здесь, люди жаждут мира. Но политики не наведут мира ни в одной точке этой страны. Ни в одной точке. Невозможно. Почему? Потому что Иисус олицетворяет мир. И когда ты соприкасаешься с ним, кто из вас может сказать, я имею шалом в сердце? Вот соприкоснувшись с Иисусом. Почему? Потому что он олицетворяет. Смотрите, не учение. Учение может нам рассказать об Иисусе Христе. Мы читаем Библию, и это правильно. Библия указывает нам путь, и это правильно. Но сама Библия, если бы это так было, то под подушку положил, проснулся, и у тебя мир. И уже верующий. Но мы понимаем, что Библия, слова, они ведут и рассказывают нам о Иисусе Христе. Кто он? А спасение и мир в самом Иисусе Христе. Не в словах. Слова описывают его. Или когда мы говорим, Иисус олицетворяет доброту. Или благость. Когда человек добрый, глаза добрые, конечно, это привлекает. Или кроткие, или воздержание. Теперь, зачем мы об этом говорим, родные? Когда мы говорим, что Иисус, вот эту мысль, мы видели его славу. Это означает, что люди видели его добрый характер. Как по-другому вы можете объяснить, что он, проходя мимо Левия, а Левий сборщик налогов, посмотрел ему в глаза. Левий, следуй за мной. Насколько должна быть доброта в нем быть, насколько любви, насколько доверия, что этот Левий смотрит ему, оставляет все. Оставляет свой багаж и идет за ним, приглашает его домой. Что должно было излучаться? Я скажу, это не магия. То есть, это не так, что он его, как бы, знаете, заворожил, и он по-другому не мог. Но настолько сильна его любовь, его доброта, что Левий, я пойду за тобой. Когда мы говорим о славе Христа, это не просто описание каких-то качеств. Можно было бы сказать, ну, знаете, вот славно, когда человек делает какие-то чудеса. И Иисус делал чудеса. Иисус воскрешал мертвых, исцелял. Но знаете еще, в чем его слава состоит? Когда Бог, царь царей, мог служить людям. Когда Иисус Христос мыл ученикам ноги. А помните, Петр как сказал, Господи, ты Христос, да никогда! А Бог, царь царей, не посчитал зазорным помыть ноги. А еще знаете, кому помыл? Иуде, который предал. Разве Иисус не знал, что он выйдет и предаст его? А знаете, в чем слава? Что он смотрел на него, ему в глаза. И у него был мир. И у него был шалом. А знаете, еще в чем слава? А когда после воскресенья Петр три раза отрекся. И этот Иисус, царь царей, пошел и сделал, приготовил обед, еду всем ученикам. И Петра позвал и сказал, Петр, любишь ли ты меня? Вот в чем слава. Когда он смотрел на предателя, который три раза сказал, я не знаю этого человека. И каждый раз говорил, я тебя люблю. Петр, я тебя люблю. Слава Иисуса Христа, она в том, показывает в его характере, в его не только чудесах, а как он принимает нас. И последнее, что мы здесь, в этом стихе, ищем. Иисус был полный благодати и истины. Я понимаю, что у нас, людей, есть тенденция. И тенденция следующая. Мы всегда склонны к крайностям. Либо вот Иисус полный благодати, либо полный истины, или мы можем сказать, закона. Так вот, что происходит, когда люди видят благодать без истины? Вот нам бы Христос такой добрый. Некоторые люди хотят вот именно видеть такого Христа. Бог же есть в любви и благодати. Как он может послать людей в ад? Я не верю в это. Такие люди говорят, не может Бог в любви и благодати послать людей в ад. Или, Бог же прощает меня. Вы уверены, что Бог прощает каждого человека? Да и нет. А теперь мы посмотрим, в чем как бы, если мы убираем истину и говорим благодать, тогда человек вот что ожидает. Он может сказать, ну, но все же мы грешники. И можно, ну да, все грешники. А это значит, то я могу подумать так, ну все мы грешники, но грех, который у меня есть, я его и оставлять не хочу. Ну все мы грешники. Ну один там, может вот это делать, а я, а я иногда выпиваю. Ну и что здесь такого? Ну Иисус же любит меня. А кто-то скажет, ну, у нас здесь в Германии есть интересные законы. Когда пожилые люди, например, супруг умирает, есть витвинренте, то есть пенсия для вдов или вдовцов, да? То есть можно получать пенсию за умерших. И теперь некоторые говорят, ну, я бы второй раз женился, но пенсию терять неохота. И поэтому мы просто вместе будем жить. Господь, ну он же Бог любви или нет? Неужели у него не хватит любви? А кто-то из молодых говорит, ну, расписываться. Зачем расписываться? В гражданском браке все так живут. Неужели вот благодать Христа не вместит меня? Вместе. А кто-то начинает незаконные взаимоотношения. Я говорю, да, почему бы и нет? Благодать же распространяется на всех. Другими словами, человек хочет свой грех интегрировать и сказать, Господь, ну, если твое сердце такое великое, вмести мой грех. И мне хорошо будет. Другая крайность. Есть люди, которые проповедуют истину без благодати. Вот они сразу Бога смотрят такого строгого. Все правил по правилам, только истина. Но в чем проблема? Истина, она нужна, но она может убивать, но не спасать человека. В Матфея 27 глава написано следующее. Когда Иуда предал Христа, и он понял, что Иисуса будут убивать, казнить. Тогда мы читаем 27 глава, 3 стих. Тогда Иуда, предавший его, то есть Иисуса Христа, увидел, что он осужден и раскаившись, возвратил 30 сребрников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, то есть я виноват, предав кровь невинную, то есть он признает, все это так. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И бросив сребрники в храм, он вышел, пошел и удавился. То есть здесь теперь другая крайность, когда человек говорит, я виновен, согрешил я. Это неправильно было. Разницы нету, какой грех. Он говорит, что я неправильно поступил. Теперь, придя к священникам, первосвященникам, что бы они должны сказать ему? Ну, Бог есть, прощай. Давай помолимся. Но смотрите, что делает истина без благодати. А она говорит, что они сказали? Что нам до того? Слушай, твоя проблема. Ты грешил? Твоя проблема. Разгребай. И такая истина убивает. Кстати, если вы согрешили, вы уже знали, что вы сами грешили? Как вам поможет, если вы придете к пастору, я скажу, ну ты сам виноват. Можете дальше. Вы скажете, а как? Это же убивает. Так вот, это то, что сделали первосвященники, которые должны были ввести человека к Богу. И я думаю, Иисус простил бы и Иуду. Я понимаю, кто-то скажет, что он должен был предать и так далее. Все это понимаю. Я хочу сказать следующее, что у человека всегда есть шанс, когда он может сказать, Господи, прости. Так вот, теперь вопрос вот в чем, который мы говорим. Иисус был полный благодати и истины. А это значит, вот есть клей из двух компонентов. Кто уже слышал о таком клей? Два компонента. То есть, если есть один компонент, и ты хочешь что-то заклеить, он не клеит. Хоть одну сторону, хоть другую взять. Только когда ты два компонента смешиваешь, тогда он действует, тогда он клеит. Когда мы говорим о благодати, благодать без истины не работает на спасение. Истина без благодати не работает на спасение. Почему это так важно? Потому что Иисус является полной благодати и истины. Теперь, как эта истина работает вот в жизни человека? Помните, висят два разбойника на кресте. Иисус посередине. Один по правую, другую по левую. Как происходит спасение? Кстати, благодать Христа для кого? Для обоих или для одного? Как вы думаете? Для обоих. Иисус умирает. Кровь его течет за всех людей. А спасается сколько? Один. А почему бы Иисусу не сказать? Смотрите, один, значит, говорит, Господи, я виной. Мы здесь по делу. На кресте мы заслужили. О чем это говорит? Он осознает истину о своем грехе. Я заслужил. И теперь благодать Христа касается его сердца. Иисус поворачивается и говорит, ныне же будешь со мною в раю. А второй. Сколько у него было познания истины? Ноль. То есть он говорит, ну, Иисус, если ты Бог, сам садись со креста, нас возьми, мы дальше будем жить. И подумайте, разве Иисусу жалко было сказать, слушай, ну я одного спас, давайте другого тоже уже. Ну, не осознает человек, какая разница? А почему Иисус не говорит, и ты тоже будешь в раю? Чего не хватает? Благодати? А дешевая благодать не спасает. Когда нету осознания греха у человека, благодать не работает. Помните, когда блудница пришла к Симону в дом, к фарисею, и она плакала, и она умывала. Вы думаете, это единственная проститутка была во всем городе? Я думаю, там были женщины, ее поведение больше, чем она. А почему он не сказал, тебе прощаю и всем другим? А потому что пришла только она. вот в чем секрет, когда мы говорим об Иисусе Христе, родные, и мне очень важно, не разделяйте благодать от истины. Иисус является полной благодати и истины. Спасение только в благодати и истины неразрывны. Если мы уберем истину, это будет дешевая благодать. И человек, вот почему некоторые люди живут в грехе и так не могут освободиться, потому что они не хотят знать истины о своем грехе, потому что они покрывают. Другая крайность, когда люди истиной убивают, и люди говорят, я не хочу такого Бога, все вот по закону, здесь нету благодати. Это другая крайность, которая убивает. и Бог сохранил нас иметь Христа одностороннего. Сегодня мы читали еще раз, я хочу сказать, слово стало плотью, то есть Бог стал человеком, он здесь сегодня, и обитало с нами. Ни где-то далеко, ни в каком-то храме, ни в Иерусалиме, ни в каком-то большом заведении, прямо здесь, сейчас обитает с нами. полное благодати и истины. Сегодня Бог предлагает тебе благодать и истину. Если ты понимаешь, я грешник, Господи, прости, сегодня благодать, она может действовать в твоем сердце, и Бог может менять то, что мы сегодня видели, ребят, девочек. Благодать Христос поменял, когда человек осознает, я грешен. Мы видели славу Его, как славу единородного от Отца. Родные, спасение не в самой Библии, Библия не спасает. Библия ведет нас, то есть, когда мы читаем Библию, этот текст ведет нас ко Христу, а спасение в Иисусе Христе, иначе можно было Библию купить, положить у себя дома, в каждой комнате, под подушку, и все это спасет. Но так не работает Библия. Библию нужно читать, Библию нужно любить, потому что она говорит нам о Христе. Мы сейчас будем молиться. Если ты понимаешь, что в моей жизни что-то не работает, может, я еще не познал Христа, либо ты в грехе, потому что истинно тебя обличает, но ты не хочешь, ты хочешь только по благодати жить. Или наоборот, ты можешь под законом, и ты стараешься спасти себя, и понимаешь, я не могу, я все еще во грехе. Бог говорит, я Бог благодати, я протягиваю тебе руку. Ты не можешь сам спастись. Вот почему нам нужна благодать. Иисус полный благодати и истины. Аминь. Давайте встанем, и если кто-то хочет обратиться к Богу, попросить прощения, поблагодарить, вы можете прямо сейчас это сделать.